Привет, друзья! С вами Женя! Спасибо, что заглянули на мой канал! Сегодня я покажу вам, как убить двух зайцев, утилизировать обрезки и сделать вот такой милейший мини, я бы даже сказала микро альбом своими руками. Я постаралась сделать этот урок максимально подробным, чтобы любой новичок смог справиться с этой работой. Как мне кажется, у мини альбомов есть ряд преимуществ. Во-первых, делаются такие проекты супер быстро, то есть вам хватит одного вечера, чтобы сделать такой альбомчик. Во-вторых, это хорошая практика как для новичков, так и для мастеров базового уровня. И как мне кажется, в этой работе трудно что-то испортить, поэтому гарантирован тот факт, что эту работу вы доделаете до конца. Такой мини альбом можно подарить подружке, бабушке, друзьям, родственникам. Особенно эффектно они смотрятся с фотографиями. К тому же, это очень бюджетное изделие, поэтому подобные альбомчики можно делать для ярмарок. Если вы уже участвовали в подобных мероприятиях, то вы знаете, что подобные изделия пользуются спросом. Пожалуй, это видео можно было бы назвать скраб-альбом из отходов. Потому что все, что вы видите сейчас на моем столе, уже несколько лет лежало очень близко к мусорке, и уже несколько раз рука порывалась все это просто выбросить, либо кому-то отдать. И вот, наконец этот день пришел, и я решила все-таки пустить эти обрезки в дело. Обрезки бумаги, обрезки ткани, обрезки картона. И надеюсь, что к концу этого урока у нас с вами получится маленький миленький фотоальбомчик для девочки. У меня, как видите, обрезки скраб-бумаги примерно одного размера. То есть, это такие полоски, отрезанные от листов 30 на 30. Именно от размера этих обрезков я и буду отталкиваться. Помимо декоративной бумаги, нам также понадобится вот такой однотонный плотный картончик для создания страничек нашего альбома. Для этого я выбрала вот такой карт-сток плотностью 300 граммов. Вместо карт-стока или дизайнерского картона можно, кстати, взять акварельную бумагу плотностью не меньше 250 граммов. Так как странички в мини-альбомчике будут тонкими, то обложка должна быть жесткой, чтобы защитить страницы и фотографии от повреждения. Поэтому для крышек моего альбомчика я взяла переплетный картон плотностью полтора миллиметра. Предполагая, что размер моего альбома будет примерно 10 на 15 сантиметров, я думаю, что мне этого будет достаточно. Из переплетного картона мы сделаем крышки для нашей обложки, а вот сам корешок нужно будет сделать из плотной акварельной бумаги либо тонкого картона, либо того же карт-стока. Для корешка вы можете использовать абсолютно любую бумагу либо тонкий картон плотностью около 300 грамм. И так как обложка у моего миника будет текстильная, нам понадобится плотный хлопок с подходящим рисунком. У меня это, кстати, тоже коллекция Тильда. Также нам понадобится кусочек флиса для того, чтобы уплотнить нашу обложку, для того чтобы обложка была более приятной, такой мягкой и воздушной. Первым делом я сравнила все полоски скраб-бумаги, чтобы определить максимальную высоту будущих страниц. При помощи шаблона для фото я определила оптимальную ширину страниц. Панельки из скраб-бумаги будут иметь размер 10 на 14 сантиметров. Теперь из карт-стока делаю основы для страниц альбома. Так как высота деталей из скраб-бумаги 10 сантиметров, значит высота страниц должна быть на 2-3 миллиметра больше. Таких деталей нужно 3 штуки. Теперь отступаю от левого края каждой полоски 14 сантиметров до еще 3 миллиметра и делаю беговку. Я делаю это при помощи специальной доски, но можно использовать вязальную спицу и линейку. Схему беговки вы увидите сейчас на экране. Теперь подгоняю противоположные страницы так, чтобы они были одинаковые по ширине. Лишнее срезаю. При наложении друг на друга заметно, что каждая следующая деталь ширина 3 миллиметра. В моем случае это одна восьмая дюйма. Из оставшегося карт-стока я выкроила дополнительные створки, которые будут откидываться вбок и наверх. Размеры всех деталей вы видите на экране. Разместить клапаны я решила на передней странице, внутри центрального разворота и на задней странице. Скругляю углы у всех деталей и приклеиваю клапаны на свои места. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пришла пора нарезать детали из скраб-бумаги. Сразу же отделила детали, которые будут приклеиваться на откидные створки. Распределяю скраб-бумагу по разворотам, стараюсь добиться оптимального сочетания рисунка. К счастью, у меня выбор принтов большой, потому что обрезки двусторонние и к тому же они из одной коллекции. Поэтому здесь все сложилось само собой. Кстати, не обязательно ведь использовать обрезки. Можно использовать бумагу формата 15 на 15. Часто девчонки говорят, что такие наборы лежат без дела. Приклеиваю все панели на свои места. Обратите внимание, что я использую свой любимый фото-глустик. Это не простой клей-карандаш из канцелярского магазина. О нем и о других видах клея для скраб-букинга я подробно рассказываю в предыдущем видео, поэтому настоятельно рекомендую к просмотру. Разглаживаю склеенные детали шпателем и обратите внимание, что ничего нигде не повело. Так как картсток достаточно плотный, детали от этого клея не деформировались. Когда внутренний блок готов, нужно выкроить детали для обложки. Она должна быть со всех сторон чуть больше, чтобы защитить внутренний блок от заломов и повреждений. Из акварельной бумаги выкраиваю прямоугольник для корешка. Высота прямоугольника равна 11 сантиметрам. Ширина прямоугольника определяется по следующей схеме. Клапан для приклеивания не менее 2,5 сантиметров. Ширина корешка плюс второй клапан для приклеивания. Я сделала ширину корешка 3 сантиметра. Хотя толщина внутреннего блока гораздо меньше, но я решила оставить запас, чтобы альбомчик сильно не раздуло после вклеивания фотографий. Таким образом, размеры моего прямоугольника 11 на 8 сантиметров. Центральную часть этого прямоугольника нужно пробегать по вертикали на расстоянии примерно 3 миллиметров друг от друга. Так как я использовала доску для беговки, расстояние у меня равно 1,8 дюйма. Теперь из переплетного картона я вырезала два прямоугольника размером 11 на 14,5 сантиметров каждый. Это будут крышки будущей обложки. Кстати, переплетный картон можно заменить на пивной, но тогда крышки будут чуть мягче, чем в моем случае. Склеиваю корешок и крышки. Обязательно ровняю все детали по макетному коврику или по линейке. Главное тут соблюдать прямые углы. Так как я решила покрыть обложку тканью, то в качестве уплотнителя я выбрала флиз. С ним гораздо проще работать и он намного опрятнее выглядит в результате. Только вот я немного отвлеклась на съемку, поэтому покрывать крышки уже пришлось после склейки с корешком. Я сделала на флисе ровный срез по одному краю и приклеила флиз так, чтобы этот срез совпал с местом стыка с корешком. Для приклеивания флиса можно использовать абсолютно любой клей и канцелярский клей-карандаш здесь как раз сгодится. Важно тщательно закрепить флиз по всей площади. Затем срезать излишки по краям и обязательно следите, чтобы углы картона не оголились. Теперь пришло время покрыть обложку тканью. Не забудьте заранее тщательно отгладить ткань, чтобы не было заломов и складок. И оставьте припуски для клея примерно 1,5-2 см со всех четырех сторон. Сначала я приклеиваю ткань на корешок. Для этого использую клей таки-глу или можно использовать другой густой ПВА, но с канцелярским будьте осторожнее, потому как со временем он может проступить желтыми пятнами поверх ткани. Клей наношу ровным слоем и тщательно размазываю, чтобы ткань плотно приклеилась и нигде не пузырилась. Когда корешок подсохнет, приклеиваем ткань по верхнему и нижнему краю, затем по боковым сторонам и уголкам. Ткань нужно тщательно натягивать со всех сторон, чтобы не было воздушных пузырей. При этом следите, чтобы ткань не перетянулась, иначе крышки могут деформироваться. В местах скругленных уголков я хорошенько промазываю клеем. Затем натягиваю ткань к центру картонной детали, аккуратно закладывая мелкие и равномерные складочки. Чтобы клей лучше схватился и складочки уплотнились, я прогладила уголки утюгом, лучше без пары. Когда клей подсох, я сделала машинную строчку по периметру. Это совсем не обязательно, просто я обожаю машинную строчку и при работе с тканью без нее не обхожусь. Это красиво и надежно. Но если у вас нет такой возможности, то лучше используйте клей ПВА для приклеивания ткани. После прострочки срезаю лишнюю ткань с внутренней стороны, особенно по углам, чтобы не было грубого лишнего объема. Из оставшейся бумаги выкраиваю форзацы. Так как ширина готовой обложки больше, чем лист скраб бумаги, пришлось делать отдельно форзацы и отдельно корешок. По высоте все детали одинаковые между собой, высота деталей на 1-2 мм меньше сверху и снизу, чем сама обложка. Сначала приклеиваю деталь на корешок, тщательно прижимаю и разглаживаю, придавая корешку округлую форму. Обложка должна легко закрываться и ничего не должно этому мешать. Форзацы я приклею после оформления обложки, потому что для декора буду использовать сквозные детали. Техническая часть почти закончена, а пока приступим к самому творческому этапу – декорированию обложки. Продолжение следует... Продолжение следует... В основном я использовала бумажные детали, обрезки бумаги и вырубку из плотного картстока. А в центре композиции вышитая гладью птичка на клеевой основе. Чтобы ее приклеить, нужно просто прогладить ее утюгом. Я рискнула и включила пар, чтобы клей лучше расплавился, но только потому, что бумажным деталям пар не страшен. Потом я просто подсушила все феном, но если обложка из пивного картона, то лучше с паром не рисковать. Кстати, это птичка из коллекции Флоуриш от Мэгги Холмс. Чтобы разбавить текстуры, я добавила братцы, пуговку и дотцы. В какой-то момент я решила добавить завязки. Для этого я взяла широкую ленту, кстати, тоже из коллекции Тильда. Приклеила ее изнутри, закрепила братцем и ручной строчкой по уже имеющимся от машинки дырочкам. Субтитры сделал DimaTorzok Пришло время вклеить фортецы. Чтобы фортецы лучше приклеились, я прижимаю их с помощью зажимов, обязательно подкладываю листочки картона. Осталось собрать внутренний блок с обложкой и наш альбомчик готов. При помощи краподайла я делаю маленькие отверстия на каждом развороте по центру на расстоянии полутора сантиметров от верхнего и нижнего края. Затем намечаю место для отверстий на обложке, предварительно сделав примерку. Делаю отверстия и устанавливаю люверсы. Делаю отверстия и устанавливаю ручные отверстия. В качестве крепления я использую 2-х миллиметровую шляпную резинку. Просто продеваю ее через все отверстия, слегка натягиваю и завязываю тугой узелок. Концы отрезаю. Можно слегка запаять кончики огнем, чтобы резинка не распускалась и не махрилась. Конечно, было бы лучше, если бы для крепления было 3 отверстия, а не 2. Но мой кроподайл не дотягивается до середины, для этого необходим биг байт. Кстати, я ничего не сказала про цветок на обложке. Это тот самый случай, когда фигурный дырокол был полезен. Я нарубила цветочков из акварельной бумаги, покрасила спреем и сформировала объемные лепестки. Розочка получилась очень плотной, хорошо держит форму, но мне она показалась слишком яркой. Поэтому я решила ее слегка засахарить при помощи мелкого глиттера. Я использовала глиттер Art Sugar от Prima Marketing. Закрепила его при помощи жидкого скотча от фабрики Decor. В принципе, тут можно использовать так иглу, но с жидким скотчем получается более засахаренный эффект. Пожалуй, все готово. Осталось только наполнить альбом фотографиями. Кстати, совет от опытного мастера. Не пренебрегайте маленькими форматами. Часто я слышу от мастеров, что мини-альбомы это такая никчемная безделушка. Поэтому зачем вообще тратить на нее время? Но еще раз повторюсь, это практика. И даже такая маленькая вещица может стать большим и памятным подарком для кого-то из ваших друзей. Лично я вклеила внутрь маленькие фотографии своей дочурки в течение первого года ее жизни. И я планирую этот мини-альбомчик положить в шкатулку с мамиными сокровищами. То есть туда, где я складываю всякие ее первые вещички, какие-то локоны обрезанные, первую зубную щетку, первый носочек и тому подобное. Я надеюсь, этот урок был для вас полезен. Если это так, обязательно поддержите его лайком. И мне будет вдвойне приятнее, если вы поделитесь этим уроком со своими друзьями. На сегодня это все. Спасибо вам за просмотр и спасибо, что остаетесь со мной. До скорых встреч. Пока-пока.